Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games и я приветствую вас в открытии паков. Честно могу сказать, ребята, паки уже всем поднадоели. Все в ожидании FIFA 16, надеются на то, что отменят диапазон цен, надеются, что все-таки в 16 FIFA в паках будет чуть больше вести и компания EA политику свою немного поменяет. Но у меня были паки, я открывал паки и по 100 и по 50 тысяч, но даже не стал их выкладывать, потому что самая ценность из тех футболистов, которые открылись, был Мандандавра Атарь. Вы его уже прекрасно видели в одном из моих вагеров, он очень неплохо сыграл, поэтому он у меня в команде до сих пор есть и, возможно, мне еще понадобится. Вот, ну а сейчас, почему я решил записать открытие этих паков, все потому что у меня очень-очень давно уже есть 2200 FIFA поинтов. И, возможно, мы с вами сломаем какую-то систему и поймем, что на FIFA поинты все-таки хороших игроков поймать можно. Плюс остается последняя надежда. Тотсы МЛС, хорошие футболисты, да, среди которых есть что выбрать. Ну и плюс очень неплохая команда недели. Я думаю, что многие из вас ее уже видели. В таком виде она у нас выглядит. Ну, понятно, что я не говорю о Камбарове, это ясно. Самые ценные это Вальбуэна, как ни странно, Тайсон. Ну и, конечно же, Халк. Халк это самый лучший футболист этой команды и его очень бы хотелось заполучить. Так что будем надеяться, что что-нибудь из этого нам выпадет. 2200 FIFA поинтов, как я уже сказал, придется каким-то образом решать. Открыть 7, получается, премиум наборов за 15 тысяч или за 300 FIFA поинтов. Либо открыть наборы редких золотые по 25 или по 500. Но я, если честно, не хочу по 500 открывать. Это чересчур дорого и не вижу в них смысла. Поэтому давайте начнем с 15 тысяч, то есть с 300 FIFA поинтов. А там посмотрим, все равно пак получится не очень длинный. Все, поехали, не будем тянуть время. В первом паке Ховард 300 FIFA поинтов. Не знаю, скипать, не скипать, это уже вопрос такой. Давайте скипнем, ну, хрень полная. Давайте за, не знаю, за 7,5 тоже неохота. Ладно, поехали. 300, 300 так 300. Про тракториста сейчас не надо шутить, пожалуйста. Я вас прошу, трактористов ни при чем. Что серебряный футболист делает в этом паке, я не знаю. Но что-то у него какая-то скорость хорошая. Может он что-то стоит. Так, что-то выставить на трансферный рынок. Нет, конечно же, ничего он не стоит. Но пускай будет у нас в команде. Мы их продаем. Просто всем казалось, что за FIFA поинты, которые ты будешь покупать за собственные деньги, можно получить класс футболистов. Но, к сожалению, FIFA 15, возможно, уже всем так надоело. Даже компания ее забросила. Либо просто мы невезучие с вами, и какие-то хорошие футболисты не хотят падать. Либо просто паки, это уже сплошное, наебалово, извиняюсь за выражение. И всем и так понятно, что здесь чего-то поймать нет смысла. Народу подавай вагеры. А в вагерах надо играть хорошими игроками. Поэтому их приходится покупать. Икер Кассилис. Не понял. А, это Кассилис и Спорту. Я думаю, у меня вроде есть же Кассилис. Точно, это Кассилис и Спорту. Ну, не знаю, радоваться этому или нет смысла. Да, хороший, наверное, но... Стоит он, ну, максимум, тысяча семь, наверное. Я даже не стал смотреть, сколько стоит Кассилис. Я думаю, вы все прекрасно знаете, сколько он стоит. Так, ну что, давайте, наверное, вот такой пак откроем за 150. Вдруг в нем что-нибудь выпадет хорошее. Не знаю, не уверен вообще в том, что нам... Здесь серебряный игрок и гостевая форма Баварии. Ужас. Ужас. Да, паки перестали снимать, паки перестали выкладывать, так как, ну, поймать что-то в них практически невозможно. И... Ну, нет никакого абсолютно смысла в этом. И опять серебряный игрок. Мать его. В паке. Ну, это совсем не смешно. Оу, тысяча монеток. Конечно, мы используем этот предмет. Куча повторов. Но, кстати, среди повторов бы было что-нибудь хорошее. 550 FIFA Points у нас осталось, поэтому мы открываем. Один за 150. Один за 150. Алла-бан. Он дарит нам. Так, еще один, когда мы с вами откроем за 100 FIFA Points. Чтобы побольше было паков. А вдруг сейчас в паке за 100, чтобы нам выкрутить... Бах! Хрень какая-то выпадает. К сожалению, это так. Ну и просмотры, на самом деле, говорят... Именно об этом, что уже никто не верит, что в паках что-то поймают. Либо действительно смотрят подборки этих самых паков. Все, последний пак за 300 FIFA Points. Больше FIFA Points нет. И хоть что-нибудь, надеюсь... Пускай просто обычный золотой хороший игрок выпадет. Сережа Рамок. Хокин. Киржаков. Ну, вот считаю, что Киржаков это хороший игрок. Ну, может быть. Может быть. Посмотрим, как сложится карьера Александра в дальнейшем. Да, Клинсман, вот он попался. Куча контрактов, физическая форма. Ну, иногда и физическая форма это хорошо. Все, на этом, ребят, я буду заканчивать это видео. Не забывайте подписываться на канал. Все-таки поставьте лайк под этим видео. Лишним он не будет. И я надеюсь, что все-таки в FIFA 16 будет вести чуть больше. Не забывайте о том, что скоро на канале приличная куча влагеров. Это я вам честно обещаю. В отличие от того, что хорошие игроки будут падать в паках. Все. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok